всем большой привет друзья с вами я хазангистар и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня на обзоре вот такая вот малютка до 1 от наташи диноны это кроме им ликвид айс шаду ее же триохром мультихром дуахром в оттенке sky up sky up это с английского какой-то вот такой переливающий жук жук скоробей скорее всего я решила взять именно этот оттенок потому что мне показался самый яркий самый такой необычный у нее есть другие оттенки я поставлю здесь фоточку слева у меня их нет и наверное не знаю мне очень пригодился оттенок в а ультера валет но у меня есть дюб из палетки divine rose 2 от pet mcgrat вставлю картиночку там ведь очень похожий оттенок в общем я решила взять один на пробу что-нибудь такое интересно что у меня нет что иногда не пробовала и в общем я не прогадала давайте же покажу вот такой вот довольно необычный макияж но кстати довольно простой к открыть используя эту малютку и расскажу вам что же я думаю об этой однушке теней поехали вот так вот она у нас выглядит давайте мы ее откроем и покажу вам аппликатор вот такой вот аппликатор довольно много набирается продуктов и давайте посвочим прям на руке ох винти здесь прям он почему-то кажется как-то золотее что ли или даже как какой-то бронзы переливается но на глазах вы уже видите он больше переливается именно зеленым и со старым золотом смотрите вот так смотрю кажется прям такой зеленый вот так смотрю бронза в общем прям он такой хамелеон хамелеон давайте его чуть-чуть размажу и убавлю свет видите если я обавляю свет то уже такой более зеленца какая-то проглядывает ну что друзья давайте начнем я нанесла чуть-чуть базы пилу из можете также нанести левую базу по тени или консилер чуть расправляю пальчиком чтобы не было никаких складок и возьму вот такой вот кисть морфи r41 и давайте будем наносить матовый тень я хочу сделать сегодня такой кат крис дуахромный и буду использовать вот этот вот очень классный хаки оттенок мне кстати кажется что то эта палеточка мне нужно меня уже на нее вышел обзор очень подойдет к вот этому вот теням и давайте нанесем буду плотненько так набивает у меня новейшая века поэтому буду кат крис вести вот так вот чуть-чуть вверх чтобы закрыть ну как бы вот эту складочку я вообще люблю макияжик от крис как вы уже наверное заметили потому что моему глазу мне кажется это очень подходит легонечко делаю такой как контур куда будем набивать этот оттенок можно кстати было кисть взять чуть-чуть потоньше ну ладно и вот так вот у меня будет чуть-чуть идти вверх как вы уже видите и давайте возьму теперь хорошо оттенок и вот такими вот тык тык движениями его набиваешь и потом чуть-чуть буду это растушевывать смотрите что у вас не скатывалась база мне постоянно скатывается на ее расправлять иначе могут быть вот такие вот белые полоски что будет потом некрасиво видите да как я аккуратненько завожу это дело вверх сюда надо было чуть-чуть базы добавить чтобы хорошо можно было растушевать давайте возьму чуть-чуть такую еще тонкую кисть это у меня заева 231 и чуть-чуть провожу линию потоньше вот так вот и чуть-чуть растушеваю границы чтобы у нас не было четких границ затем этой же кистью бочонком чуть-чуть добавляю это же оттенка на нижнее веко и соединяю его с верхним вот так вот венте у нас такой получается как даже не знаю клеопатра что ли пока что давайте еще возьму потоньше вот эту вторую кисть и аккуратненько это все растушую у нас будет такая наверно однотонная растушевка вот этим вот хаким цветом меня он уже хаким 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 цветом меня уже очень вдохновил кстати прям вот редко когда какой-то матовый оттенок меня вдохновляет но этот прям очень сильно не знаю в чем мне кажется он прям сайте под цвет моих глаз я чуть-чуть это все растушеваю и соединяю все вместе потом чуть-чуть подтушуем нижнее веко и так давайте сейчас сделаю такое же на втором глазу и перейдем к растушевке вот этих вот четких границ и возьму вот такую вот плоскую растушевочную кисточку это у меня какая-то с алиэкспресса если честно и аккуратно ей растушуем границы чтобы не было видно какого-то четкого перехода ну что ж давайте приступим к нанесению самих теней смотрите какие они маленькие просто 20 по моему 2 и 8 миллилитров 2 с половиной миллилитров представляете два с половиной миллилитра это вообще ничего но принципе тут многое не надо итак я буду сиделать как крис давайте попробую вот именно самим аппликатором это сделать они очень пигментированные смотрите можно даже чуть-чуть нанести и потом кистью распределить но я хочу не вот такая толстоватая кисть я хочу себе провести такую линию как криза видите о красиво и потом сделаю айлайнер но все-таки она пройдусь кистью чтобы чуть-чуть это было поравномернее мне нравится нравится жидкие тени для к от кризу потому что реально можно без всего без там консилер они короче меньше тела движения делать и меньше сил и и получается смотрите какой классный кат крис я еще очень хочу тон ультравайлет но что-то он весь пока sold out но все конечно я собирать не хочу но я думаю что вот этот вот скараб и ультравайлет самое то вот так гляньте вот такой у меня получился кат крис возьму вот такую вот плоскую тоненькую маленькую кисточку то у меня morphe m 170-4 давайте чуть-чуть пройдем по границе я просто набрала чуть-чуть из тюбика ой мне прям волосы помог от окрасились самого цвета и аккуратно давайте вот так вот пройдемся смотрите они довольно быстро засыхают вроде бы на чуть-чуть еще чувствую чуть-чуть что такое влажное но принципе ничего можно чуть-чуть подправить смотрите самим аппликатором очень даже неплохо нанеслось даже не надо было в принципе никакую кисть но я все-таки чуть-чуть подправлю чтобы был такой прям у нас очень четкий кат крис можно что угодно можно хэллоуа и делать можно просто нанести на подвижное веко в общем я довольна гляньте красиво давайте я сделаю второй глаз и сделаем с вами айлайнер и нанесу наклею ресницы и покажу вам как все это выглядит все друзья вот такой получился макияж глаз давайте я закончу макияж лица и покажу вам как все выглядит в глаза я уже наклеила ресницы такие чуть-чуть по как сказать по реже что ли не настолько пушистые не вот такие вот как я обычно себе клею и нарисовала себе стрелку получился у меня вот такой вот полный кат крис ребята давайте посмотрим на макияж вблизи я нанесла чуть-чуть на внутреннюю голову глаза это хайлайтер jeffree star sore eyes мне кстати скоро выйдет обзор на эти хайлайтеры смотрите как классно триохромит я вижу зеленый цвет вижу такое состаренное зеленоватое золото также даже вижу чуть-чуть какую-то бронзу в этом цвете эти покажу как все это выглядит очень классно кстати с этим хайлайтером и вот с матовым из палетки mini gold вот так вот выглядит весь макияж вот этот вот хайлайтер sour eyes я использовала как хайлайтер и также как высветила чуть-чуть внутренний уголок как я вам уже сказала ну как друзья смотрите как классно 2 хромит просто намного лучше чем я ожидала и давайте же расскажу вам все свое мнение об этой малышке наташи диноны ребята давайте посмотрим в глаза пика кто будет переливаться смотреть я закрываю глаза сама ничего не вижу но я видела в зеркале что видите проступается ты такая зеленца и смотря куда я поворачиваю голову здесь упаковки он даже переливается каким таким синеватым но я вот синеву не очень вижу я вижу именно такое состаренное золото с зеленым я долго выбирала оттенки и видимо я правильно выбрала наверное это мой самый 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 любимый из всех итак друзья что же я думаю об этой однушке теней а она очень маленькая два с половиной миллилитра это вообще ничего никак 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 например в однушках стилы вот в таких вот четыре с половиной миллилитра то есть два раза больше но у стилы нет например таких вот трио мульти дуохромов у нее в основном глиттер и шиммер цена такой однушки 28 долларов в сша и на кульбьюти она стоит где-то 25 американских фунтов стерлингов по крайней мере на момент когда я это видела она очень маленькая друзья безумно маленькая но и видимо наташа это сделала потому что если бы тут было четыре с половиной миллилитра то нагнушка тогда она не знаю сколько стоило 50 фунтов стерлингов никто бы ее естественно не взял с одной стороны хорошо что она маленькая потому что можно реально попробовать с другой стороны процентную я считаю что цена через чур за нее да она классная но возможно да дорого было производстве ну как бы наташа тоже хочет курс сорвать но эти однушки всем очень хорошо зашли вот эти вот я не знаю что я махаю этой стилой на американском ютубе все ее хвалят и я просто не могла не попробовать я говорила что нет нафиг надо вот я увидела этот скероп он просто запал мне в душ и в общем я его попробую мне безумно нравится не знаю сколько она ну как бы прослужит такие тени лучше использовать наверное ну 6 месяцев срок годности здесь где-то так мелко написано ребята я не вижу черт 4 что ли месяца я не вижу очень мелкие буквы а я еще слепая 4 месяца по моему срок годности реально на что-то похоже на 4 месяца в общем не видно можно посмотреть не знаю вряд ли написано на сайте но тут написано 4 месяца то есть ну вот реально что четыре месяца даже меньше надо ешь на себя измазать потому что такие тени а ликует лику влажные жидкие имеют тенденцию к засыханию однушки стены просыхают очень быстро не знаю как у меня засохнет это но надеюсь нет так что я буду ее пользоваться и постараюсь использовать не буду покупать никакие больше потому что ну они все конечно красивые ну прям всю собираю коллекцию она того не стоит если вам прям руки чертся и вам кажется что хочется что-то очень необычное то возьмите scarab если вам хочется что-то более розовое возьмите ultraviolet если вы хотите попробовать формула но вы боитесь чего-то яркого возьмите ultra nude также по моему остались оттенки dogbane и dragonfly которые такие более рыжий красный это что-то между между не настолько он спокойный как инфра ньют но и настолько микро то яркий как scarab или как ультравайлент мне как я уже сказал этот оттенок больше всего пригодился мне показаться самым классным самым ярким сам необычным и ультравиолет меня прям манит душу но это не точно что расскажу о нанесении меня наносило все без проблем довольно таким плотненьким слоем наносится если вы боитесь можете просто нанести например ну аппликатором и потом растушевать пальчиком или какой-то другой кистью или аппликатором что я тут мазанула себе под глазом что такое сделала одна бывает но у меня не было никаких проблем с нанесением она не сжимает не сжевает века винти все прикольно но если вы носите будете носить очень толстый слой туда может вот так вот чуть-чуть скукожить все-таки это очень пигментированный жидкий тень надо делать аккуратно если вы хоть например делать и кат крис я просто делала аппликатором а потом чуть-чуть а уже как бы кисточкой очень тоненькая плоская распределила можете также взять например открыть там и кисточкой плоской чуть-чуть взять и тогда у вас получится более тонкий слой принципе мне кажется эти два с половиной литра довольно надолго хватит потому что реально здесь прям много-много продукта не надо мне кажется что правильно что наташа дина у нас делала такой маленький объем то надо было не сделать подешевле но принципе на кольбьюти со скидкой например 25 процентов можно ее взять за неплохую цену но они постоянно sold out сейчас на данный момент съемки этого видео а в конце декабря они available на сайте beauty лишь без скидки без всего но там есть совершенно все цвета так что бегите если вам нравится бегите на beauty лишь ведь лишь отправляет по миру бесплатная доставка смотря в какую страну по-моему в россию от 100 долларов а в испанию от 35 долларов с нанесением никаких проблем у меня сильно не было но надо иметь ввиду что надо относить аккуратненько что очень пигментированный продукт очень много продукта так что не думайте что вы прям там наковыряйте аппликаторы вот так вот как майонезом размажите нет аккуратненько аппликатора мальчик пальчиком или кистью также я уже тестировал эти тени носила их в течение дня у меня ничего не смазывалось то есть они держались спокойно а но я всегда естественно я не ношу тени просто вот так вот на голое веко я пользуюсь какой-то праймер например пилу из или консервис затем я наношу матовые тени затем я наношу а вот такие тени возможно если вы просто нанесете их на голое веко они у вас могут скататься я так как бы не делаю и вообще не советую с низким продуктами так работать нанесите любой консилер или нанесите любую я не знаю там праймер под тени также очень классно он выглядит на например на черной подложке с момента покажу вообще можете использовать любые матовые тени то есть там например на синий на стены чуть более синего и давать или там на черный или на зеленый то есть смотря на что в наносите чуть-чуть как-то будет меняться яркость или какой-то потом на черных выглядит очень яркой до хромит еще сильнее наверное этой малютки я даю оценку 8 из 10 убираю чуть-чуть за цену ну и как бы за цену и все остальное мне все 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 понравилось у инди бренда вполне возможно точнее я сто процентов знаю можно найти аналоги у меня в коллекции нет не могу вам показать но я видела что есть аналоги но выбирайте любите ли вы например а жидкие тени любите более сухие я ну то есть сухие там кремовые обычные шиммеры я вообще принципе не любитель жидких теней но глиттер от стилы и вот эти от малышки на дождь и ноны полностью мне продались не дай бог поэтмоград выпустит какие-нибудь супер плюстящие жидкие тени мы просто все с ума сойдем вы же представляете да и сначала я к ним как-то их так увидела думаю когда начала смотреть там фотки сводчат тогда уже я пригляделась я довольна что она у меня есть коллекция буду ее пользоваться буду использовать с разными тенями я считаю что если вы готовы например потратить на такую малышку 28 долларов то почему бы нет они как бы реально хорошие лучше купить хороший дорогой продукт чем дешевый и дурацкий также наташа выпустила 3 chrome palette палетку с тремя три окромами если вы думаете купить эту палетку с вот кучей матовых поставлю здесь картиночку тремя три окрома или купить однушку например две однушки даже три берите однушки потому что реально я сводчила палетку в местной сифоре у меня нет она мне не нравится я ее не хочу это не то они так переливаются они такие ну обычные какие-то металлики не виталики знаете берите однушку не жалусь в общем мой вердикт таков у меня все руки в тенях да я тут уже как трубочит все руки в глиттере в тенях в хайлайтере в однушках мой вердикт таков друзья если вы готовы потратить на однушку 28 долларов берите не пожалеете она классно хорошего качества это реально очень красиво смотрится в жизни очень красиво смотрится на фото это не какая-то надобность необходимость нет ну это очень классный миленький подарок самой себе или самому себе или вообще кому-то так что я говорю что да мне понравилась однушку я буду и пользоваться присмотрюсь к ultraviolet вот я не знаю как там знаете я чё однушки не хочу их как бы складировать собирать потому что и ими реально надо пользоваться иначе они и сохнут друзья вот такой вот получился мини или не очень мини обзор я надеюсь вам понравилось обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии как вам мой макияж может быть у вас есть какие-то пожелания чтобы вы хотели увидеть на моем канале также подписывайтесь на мой инстаграм хелсингистар я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе где я выкладываю всякие сводчи помад теней фотки макияжах ревью раскладки в общем много много интересного и увидимся в следующем видео всем пока пока